Будет хлеб, будет и обед. Хлеборобы Северского района спешат убрать озимую пшеницу, выращенную с вложением огромного труда и сил тружеников полей. Глава муниципалитета Адам Джарим выехал на поля района и посмотрел ход хлебоуборочной компании. Маршрут прошел по угодням нескольких хозяйств. На сегодняшний день на полях предприятия уже большая часть озимой пшеницы убрана. Параллельно с жатвой идет подготовка почвы для посева озимых. На полях и по трендофилиде Елена Николаевна уборке подлежит почти 1000 гектаров озимой пшеницы, 576 гектаров озимого ячменя. Работы по уборке выполнены более чем на 80%. Осмотрел глава района и поля агрофирмы «Кубань». Предприятие базируется на землях львовского и михайловского поселений. Осматривая ход работ по уборке зимой пшеницы, Адам Джарим подчеркнул и такой издревле важной, тяжелой и почетной профессии, как хлебороб. Огромное вам спасибо, что вот так вот бережно храните кубанский хлеб. Да, это трудно, это не с пришлочами, ем. Поэтому я хотел бы пожелать прежде всего нашему району хорошего урожая. Всем труженикам светского хозяйства низкий поклон. Я уверен, что мы опять достигнем определенные результаты и все встретимся на дне урожая. Низкий вам поклон, уважаемые хлебороны. На угодьях агрофирмы «Кубань» полным ходом ведется хлебоуборочная кампания. Сбору урожая подлежит свыше 3,5 тысяч гектар азимой пшеницы и 200 гектар азимого ячменя. На сегодняшний день убранная площадь составляет 48%. Благодаря грамотной организации работ по подготовке сельскохозяйственной техники, приобретению высококачественных семян предприятие добивается высоких результатов и занимает первые места по уборке зерновых, колоссовых и бобовых культур. Непростой был год. Чтобы получить, мы сделали все. Сейчас идет самая напряженная, радостная пора. Мы убираем хлеб. И это незабываемое ощущение для всех людей. Поэтому люди работают с утра и до ночи в надежде того, что мы получим результат, в том числе финансовый, и они принесут домой заработанные деньги. И что-то останется. Будет произведен обмен техники, какие-то новые технологии входят. Мы об этом не забываем. Так что такая замечательная пора. Результаты объезда показали, что к уборке зерновых земледельцы района подготовили со всей ответственностью. И важнейший завершающий этап сельскохозяйственных работ намерены завершить с высокими результатами. Глава района Адам Джерим провел заседание с главами поселений, руководителями структурных подразделений, представителями служб и ведомств. О ситуации по особо опасному заболеванию сельскохозяйственных животных – бруцеллезу, рассказал Григорий Сокол, начальник районного ветуправления. Эта инфекция поражает крупный и мелкий рогатый скот. У людей бруцеллезы развиваются при контакте с животными или с продуктами из молока или мяса зараженного скота. В Краснодарском крае зарегистрировано несколько очагов опасного заболевания. В крае за пять месяцев числится 14 неблагополучных пунктов. 10 из них – это прошлых лет. На 1 июля 12 оздоровлено, 2 еще неблагополучных пункта открыты. То есть, на этих пунктах находятся больные животные. Это в городе Новороссийске и в Литинском районе. Глава муниципалитета напомнил присутствующим о недопущении возникновения заболевания бруцеллеза на территории Северского района. Наша основная задача – недопущение распространения данного заболевания состоять в постоянном контроле движения по голове животных. Это очень страшная болезнь. Мы должны сделать так, чтобы на нашей территории этого не было. В ходе заседания рассмотрели и национальный проект «Культура». Его цель – увеличение к 2024 году числа людей, вовлеченных в культуру. Для повышения доступности учреждений необходимы официальные сайты, через которые население может получать информацию. О мониторинге сайтов центральных клубных систем и о проведенной работе по независимой оценке качества предоставляемых услуг сообщила Мариана Щербина, исполняющая обязанности начальника управления культуры. На совещании также рассматривался вопрос о санитарном состоянии в населенных пунктах района. И о выполненной работе по замене 5% сетей водопроводно-канализационного хозяйства. Уважаемые жители и гости Северского района! Приглашаем вас на праздничное мероприятие, посвященное Дню Семьи, Любви и Верности. 8 июля 2019 года в 10 часов в Северском парке культуры и отдыха имени Пушкина состоится открытие праздника «Ромашковое счастье». В программе праздника интерактивные игры, возможность сфотографироваться в фотозонах, выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и, конечно, праздничный концерт лучших творческих коллективов Северского района. В 20.00 в летнем кинотеатре парка состоится показ фильма «Пальмы в снегу» в рамках краевой киноакции и нет милее этих глаз. Приглашаем всех желающих! 84-летняя модель Хелена Нарович позирует перед объективом во время одной из своих многочисленных фотосессий. Хелена – бывшая польская актриса. Начала карьеру модели четыре года назад, когда снялась для одного из польских брендов одежды. С тех пор посыпались и другие заказы. «Я приняла решение рискнуть в сфере, которая была далеко за пределами моих возможностей, потому что редко кто-то дебютирует в моде 80 лет. Такого практически нет. Есть модели, которые всё ещё работают в 80, но начать карьеру модели в моём возрасте – это своего рода феномен». Позирование перед камерой теперь стало неотъемлемой частью её жизни. Но Хелена говорит, что до сих пор не может привыкнуть. «Я чувствую себя немного неловко перед камерой. Как будто кто-то хочет вытащить на поверхность все недостатки». Однако модель говорит, что счастлива, поскольку своим примером может вдохновлять других женщин преклонного возраста. «Когда женщинам исполняется 50 лет, их обычно вычеркивают из списка тех, кто может быть профессионально активным. Они становятся невидимыми, никто не обращает на них внимания. Я надеюсь, что в будущем женщины будут оставаться активными столько, сколько захотят». Хелена каждый день получает предложение стать лицом рекламных кампаний, а также приглашение на фотосессии. «Мне желаю». Редактор субтитров А.Семкин